На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Не дотерпел до освобождения всего три месяца. В Мозере из колонии попытался сбежать заключенный. И заметили, не заметили поезд. На переезде в Добрышском районе трагически погиб милиционер. Еще один сотрудник РОВД в реанимации. Киберпреступность, нарастающая угроза. Как не стать жертвой интернет-мошенников, выяснял Алексей Немкевич. И что делать, если вирус парализовал компьютер, а с электронного кошелька исчезли деньги? О защите данных банковских карт и аккаунтов поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немало чрезвычайных ситуаций. Из исправительной колонии номер 20 в Мозере пытался сбежать заключенный, но беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой. На предупреждающие крики заключенный не отреагировал и перелез через ограждение во внутреннюю запретную зону. Остановился нарушитель только после предупредительного выстрела. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову. Прибывший войсковой отряд задержал нарушителя. Примечательно, что срок заключения у арестанта должен был закончиться в мае, но, видимо, теперь заключенный еще на время задержится в колонии. Один милиционер погиб, один в реанимации, еще один получил травмы в результате автокатастрофы на железнодорожном переезде в Добружском районе, которая произошла в прошедшие выходные вблизи деревни Красная Будда. В условиях плохой видимости милицейский автомобиль столкнулся с тепловозом. В машине находились трое сотрудников милиции и задержаны. Следственным управлением по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Назначены судебно-медицинские, автотехнические и другие экспертизы. У погибшего милиционера осталось двое несовершеннолетних детей. Родственникам сотрудника оказывается помощь. Напряженное дежурство в минувшие выходные выдались для подразделений МЧС всего Гомельского региона. За двое суток на территории области зарегистрировано четыре пожара. Поздно вечером в субботу спасатели Гомельского районного МЧС выехали по сообщению о возгорании жилого двухквартирного дома в агрогородке Поколюбичи. По прибытии подразделений МЧС в жилой комнате без признаков жизни была обнаружена хозяйка одной из квартир. По предварительной версии причиной возгорания могла стать непогашенная свеча. Сильнейшие снегопады повлияли и на дорожную обстановку. 19 вызовов о спасении транспорта поступило спасателям только с 5 на 6 марта. Почти два десятка автомобилистов опали в снежный капкан. По сообщению о буксировке автомобилей спасатели выезжали оказывать помощь практически в каждом районе Гомельской области. В Ветковском и Хоникском районах пришлось буксировать рейсовые пассажирские автобусы, а в Будокошелевском и Житковичском в плену сугробов оказались автомобили скорой медицинской помощи. По 12 марта госавтоинспекция региона проводит специальное комплексное мероприятие по предупреждению и пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Во время длинных выходных и праздничных дней на дорогах области дежурят сотрудники ГАИ. Ответственным и законопослушным водителям опасаться нечего. По всей строгости закона ответят те, кто сел за роль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За прошлый год на дорогах области было совершено 52 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате 16 человек погибло, 55 получили травмы различной степени тяжести. В первые весенние дни Гомельской области в прямом смысле слова завалило снегом. Выпавшие осадки привели к различным чрезвычайным ситуациям. А предстоящее потепление может грозить таянием снега и обрушением ветких крыш и неукрепленных конструкций. О том, что уже натворила непогода, материал наших корреспондентов. Холодный циклон в начале марта принес на территорию Беларуси снегопады и низкие температуры. В городах Беларуси только за минувшие выходные выпало по две декадные нормы осадков. Коммунальщики неустанно убирали снег в Гомеле, а речица из-за обилия осадков буквально утонула в снежных сугробах. Наблюдать их можно было как вдоль дорог, так и на кровлях, жилых домов и административных зданий. Большое количество снега на крышах опасно тем, что строительные конструкции могут не выдержать повышенную нагрузку. Снег опасен, несмотря на то, что все здания строятся с учетом снеговой нагрузки, но в принципе в период эксплуатации из-за недлежащего исполнения своих обязанностей соответствующие конструкции приходят в негодность. Так, 3 марта на территории молочно-товарной фермы, принадлежащей к СУП «Фрунзе Агра» вблизи деревни Семеновка Реческого района под тяжестью снега рухнула кровля одного из сараев. Прибывшими к месту вызова спасателями совместно с работниками предприятия животные были извлечены из-под завалов. Уцелевший скот был переведен в другие помещения. В феврале этого года неприятный инцидент произошел возле центрального универмага в Гомеле. Прямо перед входом в магазин на голову молодой женщине упал кусок льда. Прибывшие работники скорой сделали пострадавший обезболивающий укол, осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Гематомы и сотрясения не диагностировали, но доставили травмированную покупательницу в областную больницу для более тщательного осмотра. Только после этого случая работники универмага начали сбивать наледь с козырьков. Областное управление МЧС заблаговременно уведомило всех субъектов хозяйствования на территории области о необходимости очистки крыш от выпавших осадков. То есть данная работа должна проводиться. И, соответственно, в случае, если произойдут какие-либо события, обрушения, то субъект хозяйствования будет в рамках законодательства отвечать. К слову, в Гомельской области обрушение кровель происходит ежегодно. И всякий раз это случается, когда выпадает большое количество осадков в виде мокрого снега. Вторая причина – воздействие сильного ветра. Одним из факторов обрушения крыши под воздействием большого скопления снега может послужить ее неудовлетворительное либо предаварийное состояние. Для предотвращения обрушения собственникам зданий, эксплуатирующей организацией либо службой технической эксплуатации должны осуществляться плановые и внеплановые технические осмотры. Плановые осмотры должны осуществляться не реже двух раз в год – весной и осенью с составлением соответствующих актов. Сложная обстановка, вызванная неблагоприятными погодными условиями, сохраняется до сих пор. Большие снежные шапки, несущие опасность, наблюдаются на кровлях как частных, так и многоквартирных домов, на крышах общественных и производственных помещений. Коммунальными службами задействована вся спецтехника для удаления снега и сосулек с крыш и расчистки улиц. Кожуроб Центральная на сегодняшний день обслуживает 417 жилых домов, в которых 195 – это скатные кровли, это на которых наиболее вероятно образование сосулек и налетей, и которые необходимо очистить кровли. Мы ежедневно привлекаем со сторонними организациями не менее 4 вышек в день. Один экипаж очищает кровли, в зависимости, где место расположения кровли, какие подъездные пути, от 7 до 15. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим жителям города, особенно автомобилистам, что, как вы видите, даже в данном дворе, в который мы на сегодняшний день приехали, он заставлен автотранспортом личным. И что, конечно, затрудняет снятие сосулек и налетей. То есть где-то можно сбить, а когда стоит близко автотранспорт, то приходится снимать руками, на руках уже спускать сосульки и налеть вниз. Уже к концу рабочей недели синоптики обещают потепление. Столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки ни днём, ни ночью. В целях недопущения чрезвычайных происшествий спасатели в очередной раз рекомендуют провести очистку крыш заблаговременно. Компьютерные вирусы, хакерские атаки и кражи денег с пластиковых карт уже давно вошли в топ мировых новостей. Кибератаке может подвергнуться абсолютно любой человек. Достаточно вставить вилку в розетку, подключиться к интернету, и с вами можно делать всё, что угодно. Украсть все секреты, очистить банковские счета. Как происходит взлом и каков портрет современного киберпреступника? Ответы на эти вопросы искал Алексей Немкевич. На этих кадрах следователи и сотрудники управления КАД опрашивают белорусского участника международной киберпреступной группировки «Андромеда». Она разрабатывала и распространяла вредоносное ПО. Контрольную закупку у жителя Гомельской области сделали оперативники ФБР. Код проданной программы проверили, он действительно оказался опасным. Программа собирала данные с посещаемых веб-сайтов, позволяла получать сведения о сохраненных логинах и паролях. Срисую вот эту вкладку. С каждой сделки мужчина получал 500 долларов, а за каждое обновление ПО – 10. Общее количество реализованных копий устанавливается следователями. Отмечу, что в октябре 2016-го корпорация «Майкрософт» сообщила, что ежемесячно заражение указанным программным обеспечением подвергается от 3 до 4 миллионов компьютеров по всему миру. Да, цифровая глобализация сделала мир удобнее, но нас беззащитнее. Схемы кражи денег все изощреннее. Из последнего появилось устройство, которое достаточно приложить к карману или сумке с телефоном, и мошенники получают доступ к вашим деньгам. Так, по данным статистики, уровень киберпреступности в Беларуси в 2017 году вырос на четверть. Количество выявленных преступлений в прошлом году по сравнению с 2016-м годом увеличилось с 2471 до 3099. Три четверти из них – это хищение путем использования компьютерной техники. Для этих преступлений характерно, что реквизиты банковской карты потерпевший сообщает сам добровольно в ходе переписки с лицом, которое представляется его каким-то знакомым. В дальнейшем это лицо злоумышленника использует реквизиты для оплаты, перевода денежных средств на различные кошельки иностранные. Похожий случай произошел у гомельчанки. Девушка, пытаясь помочь знакомой, потеряла все сбережения. Как оказалось, подруга помощи не просила и ничего не знала о деньгах. Написала подруга в социальной сети ВКонтакте, что ей надо перевести деньги. Я сфотографировала свою банковскую карточку, отправила ей на ее страничку, через два часа у меня сняли деньги. Примерно на 80% выросло и число преступлений, связанных с так называемым компьютерным саботажем, когда хозяин аккаунта и электронной почты лишается возможности получить к ним доступ. В некоторых случаях блокируется работа браузера. Для того, чтобы обезопасить себя от взломов социальной сети, в первую очередь пользователям необходимо генерировать пароли, осуществлять доступ к своей учетной записи, желательно с одного устройства, мобильный телефон либо компьютер, не сообщать свой логин и пароль посторонним лицам, а также не переходить по ссылкам на различные фейковые сайты. Поиск хакеров зачастую сопровождается массой трудностей, и злоумышленники действуют удаленно и хорошо подчищают следы. В основном, можно сказать, это происходит на других технических площадях, неподвластных нам. То есть это либо Украина, либо Россия, либо Казахстан. Но есть и положительная тенденция. В стране в последние 2-3 года уменьшается количество хищений из банковских карточек. Таких преступлений было 1820 в 2016 году и 2036 в 2015. Специалисты связывают это с профилактической работой оперативников, с банками и финансовыми организациями. Алексей Никевич, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Интернет продолжает способствовать серьезным изменениям в нашей жизни – социальным, экономическим и даже политическим. Та стремительность, которой он проник в повседневность, не осталась незамеченной людьми, которые зарабатывают деньги, обманывая рядовых пользователей. И в этом нет ничего удивительного. Преступники всегда следят за последними инновациями в интернет-пространстве. О том, как не стать жертвой кибермошенников и к кому обращаться, если компьютер заблокирован, а с электронного кошелька исчезли деньги. Поговорим с начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома Игорем Александровым. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала разберемся, что такое киберпреступление и кто эти люди, которые занимаются мошенничеством в интернете. Что такое киберпреступность? Это то же самое, то же преступление, но, как говорится, совершенное в сфере высоких технологий. Значит, в чем проблема киберпреступности? Ну, в первую очередь, я считаю, это максимальная скрытность. Ведь совершение преступлений, может лицо, совершившее преступление, находиться на большом расстоянии от жертвы, грубо говоря, так? Говорят, трансграничность. Ну, вот это то, что я сказал. Конечно, преступник может находиться где-нибудь в другом конце света. Так точно. Но скрытность еще что позволяет? То, что используя различных программ, которые в настоящее время очень полон интернет, в данной программе, как в бесплатном пользовании, так и в платном, позволяют злоумышленнику скрывать свои и месторасположения, и скрывать свои данные. То есть позволяет ему, я не скажу безнаказанно, потому что все действия направлены на установление лица, совершившее то или иное противоправное деяние в киберпреступности из серии высоких технологий. Кибератакам могут подвергаться как отдельные компьютеры, так и, наверное, целые интернет-сети. Как понять, что компьютер заражен вредоносной программой, и как избежать того, чтобы из счета владельцы исчезли его кровные денежки? Ну, давайте приведу пример заражения компьютера. Вы находитесь в сети интернет, просматриваете интересные страницы, посвященные музыкальной тематике, просматриваете какой-то фильм. В этот момент у вас на экране монитора появляется окно, что ваш браузер, то есть ваша система заблокирована. Для разблокировки вам необходимо оплатить некоторую сумму. Что является данной блокировкой? Блокировка браузера. Обычный рядовой пользователь понимает, что он пытается что-то сделать, но никаких действий компьютер не воспринимает. То есть такое ощущение, что пользователь как бы не его компьютер. И это очень часто, кстати, ловко. Особенно, мне кажется, люди уже средних лет и преклонного возраста, которые начинают осваивать интернет, они попадаются на это. Само собой. Дело в том, что данный вид, один из видов преступлений, это использование программ блокировщиков, которые заставляют людей, которые неграмотные, бежать на почту, бежать, то есть выполнять требования злоумышленника по оплате денег, средств перевода. Но в последующем никаких действий, то есть блокировки, снятия не происходит. Злоумышленник завладел информацией, то есть злоумышленник завладел денежными средствами человека, и все, его задача была выполнена. А что будет делать дальше пользователь? Это уже не его проблема. Как быть пользователем? Правильно, как поступить? Первое, это пользователь обращается к своим друзьям. Те, которые более грамотные в компьютерных технологиях, где друг, знакомый объясняет, что тебе надо снять, просто зайти в диспетчер устройств и снять данное приложение. Все, ваш компьютер будет разблокирован, и дальше будете работать. Значит, если же вы перевели денежные средства, обратиться в правоохранитель нормы, так как в отношении вас совершены противоправные деяния, и вы стали жертвой мошенника. Каковы шансы того, что сотрудники органов внутренних дел помогут вернуть украденные средства? Или вы умыли на незаконный путем? Правоохранительные органы примут все действия для установления лица и возврата денежных средств. Игорь Александрович, какие еще есть виды мошенничества в интернете, на которые могут попасться рядовые пользователи? Понимаете, говорить, какие виды мошенничества, это на тему... Основные уловки, чтобы наши граждане понимали. Я понял вопрос. Проблема в мошеннике заключается в том, что завладение информацией, чтобы в последующем ею распорядиться. А какой уловкой? У каждого мошенника, у каждого преступника свои виды уловок. Человек, каждый пользователь, находясь в сети интернет, желает, например, приобрести вещь подешевле. Это человеческая сущность, потому что она заключается в этом. Посещая различные интернет-магазины, посещая интернет-ресурсы... В один из моментов, так, например, представим такую ситуацию, смоделируем, что у человека на экране при посещении какого-то интернет-ресурса высветилась диалога какого-то, что он стал обладателем, счастливым обладателем той шубы, предположим. Айфона. Той вещи, которая на данный момент очень ценится в кругу пользователей. Это у нас мобильные телефоны, красивая одежда. В этот момент в пользователе срабатывает чувство, что все-таки мне повезло в жизни, что вот эта вещь я могу приобрести за полцены. Ну, конечно же, то есть это тот вопрос стоимости, и люди на это клюют. В обязательном порядке. Для этого и направлены действия мошенников. В чем заключается? Чем дешевле, тем больше у вас шансов, то, что вам на вашу уловку клюнут. После этого наши граждане, наши пользователи определяют, каким образом перевезти деньги, переводят деньги и ждут своего драгоценного подарка, который, как понимаете, ну не придет. Когда уже пользователь поймет, что произошло, что он стал жертвой мошенника, пользователи обращаются в правоохранительные органы. И вот, как я говорю, что правоохранительные органы прикладывают все силы, все условия для установления, обнаружения, фиксации, ну и, конечно, оказания помощи потерпевшему. Это в первую очередь. Одним из видов преступлений, где можно завладеть информацией, это социальные сети. Смоделируем ситуацию. Я нахожусь в социальной сети ВКонтакте, приходят сообщения от пользователя, которые находятся в категории друзья. Вася, Петя, без разницы. Где Петя, Вася, просят? Предоставь мне, пожалуйста, номер своей карточки. Мне надо, у меня закончился срок действия своей карточки, и мне надо перечислить денежку, денежные средства, и я потом тебе верну. Ну, конечно, друг, а тем более, что все, почему-то я не понимаю, конечно, наших пользователей. Не созваниваются. Не созваниваются, да. Не понимая, кто на самом деле на той стороне пользователя. Ну как же, вчера писал мне сообщение, и все было в порядке. Да, даже больше скажу. Не вчера, час назад. Час назад мы общались, договорились встретиться, и тут просит день. Конечно, у нас пользователи, наши граждане, с широкой душой. Это очень хорошая черта наших граждан. Но этой чертой очень пользуются мошенники. Да и все, что нужно, чтобы предупредить такой обман, это позвонить своему другу и спросить. Это ты пишешь мне или не ты? Для чего тебе? Даже просто так. Я готов тебе дать денежку или там перечислить, сфотографировать карточку. А для чего? Может тебе другим, может я сейчас сниму деньги, принесу сам это. Давай я, может, сам положу тебе деньги. И все. И поводом для незаконных транзакций с карточетов исчезнут. Хорошо. Вот мы имеем три таких момента. Это блокировка компьютера, это выуживание денег таким обманным путем через соцсети. Какой еще четвертый вариант? Другие виды преступлений могут связаться с пластиковыми карточками, когда злоумышленники используют различные оборудования для завладения информацией о дампах. То есть устанавливают на банкомат различные устройства, когда пользователь, последующим пользователям вставляет в картоприемник карточку. Да, это тоже относится к киберпреступлениям. Оборудование считывает информацию с магнитной полосы и передает эту информацию, либо записывает на свое устройство, которое там находится, либо же передает посредством передачи пакетов на какое-то устройство. В последующем злоумышленник создает в течение двух-трех секунд клон вашей карточки. Вы, как пользователи, произвели расчет, посмотрели баланс, перевели деньги, пополнили свой абонентский номер. Через несколько секунд создается клон вашей карточки, и злоумышленник в любой точке мира, используя вашу карточку, производит операцию. Гомельчане и жители нашей области находятся в зоне риска по этой проблематике? Мы пытаемся уменьшить риски. Тем более, что и банковские учреждения за то, чтобы уменьшить риски, ставятся и различные устройства, препятствующие для установки данных устройств, проводятся осмотры банкоматов. Также на всех, когда даже при проведении операции, если вы обращали внимание, каждому пользователю пишут, обратите внимание, нет ли на устройстве, на банкомате, какое-то устройство, которое вызывает у вас подозрение. Если нет, то давайте продолжим операцию. Вы продолжаете, соглашаетесь, что нет, просмотрели банкомат, все. То есть все условия, все действия направлены для того, чтобы человека подстеречь тому, чтобы в отношении его при проведении тех же операций на банкоматах не стали жертвами злоумышленников. Игорь Александрович, что вы посоветуете? Какие элементарные правила безопасности нужно соблюдать пользователям сети интернет и компьютеров, чтобы не попасться на ловку мошенников и не стать жертвой киберпреступников? Ну, я считаю, в первую очередь, это не считать себя асом в интернете. Понимаете, каждый человек, когда садится за компьютер, включает его, выходит в сеть интернета, он считает, что он овладел полностью знанием компьютерных технологий. Он знает о том, что в отношении его не могут совершаться проведения. То есть не быть лишним беспечным. Да. Дальше не передавать информацию, как мы уже и говорили, третьим лицам. И соблюдать обычные, ну, информация, которая поступает вам на компьютер при посещении любых интернет-ресурсов, с содержанием, любым содержанием. В первую очередь, посмотрите, что за сайт вы посетили. Какая информация отражена. Действительно ли вы посетили тот сайт, который вы действительно хотели посетить и хотели всплывающее диалоговое окно, с которым предлагается вам пополнить какой-то кошелек. Либо вы стали обладателем чудесной золотой карты, стали обладателем выигрыша, стали обладателем каких-то привилегий, которых вы не совершали. Не стали участником той или иной игры, как говорят, игры удачи. Поэтому не стоит беспечно относиться к тем бонусам, которые вам и предлагает интернет. Игорь Александрович, спасибо вам большое за конструктивный диалог и дельная рекомендация. Вместе с начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Игорем Александровым, мы разговаривали о том, как не стать жертвой киберпреступления. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудиторий, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. В Башкирии на глазах инспекторов и ребенка женщина изрубила топором свой автомобиль. Сделано это после того, как сотрудники с помощью эвакуатора решили забрать на штрафстоянку ее Део Матис. Схватив топор, она сначала повредила руль иномарки и панель приборов, а потом разбила лобовое стекло. Женщина, зачем вы так делаете? Только крушением салона машины дело не закончилось. Женщина вступила в потасовку с инспекторами, после чего ее пришлось задержать. В Голландии, расстроенные проигрышем команды, болельщики набросились на футболистов. Массовой дракой закончился футбольный матч в первой голландской лиге. Болельщики, раздосадованные поражением домашней команды, выбежали на поле. Фанаты решили по-мужски объяснить футболистам, как нужно играть против принципиального соперника. На юге Москвы, в южном речном порту, расположенном на проспекте Андропова, загорелся пришвартованный трехпалубный теплоход. Огонь стремительно распространился по всем палубам судна. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. Вместо ЧП выслан многоцелевой пожарный корабль. В России избитого парня спрятали в багажник и увезли на легковой машине. Эти кадры сделал очевидец из набережных Челнов. Он вместе с друзьями стал свидетелем того, как четверо парней сначала жестко избили молодого человека, а потом запихнули его в багажник и увезли в неизвестном направлении. При этом очевидцы успели записать номер машины и сообщить об этом правоохранителям. В городе был объявлен план перехват, но о том, были ли найдены злоумышленники, не сообщается. В Ирландии грабители разнесли здание супермаркета экскаватором и украли деньги из сейфа. Без лишних раздумий они пробили стену, вытащили сейф с выручкой и вскрыли его ковшом того же экскаватора. В Малайзии слон зашел пообедать в школьную столовую. На этих кадрах животное прогуливается по помещению, водя туда-сюда хоботом, возможно, в поисках чего-нибудь вкусного. Очевидец на всякий случай снимал слона из-под стола. Снег с крыши упал на двух женщин и ребенка в Мурманской области. Мать с дочкой стояли на крыльце дома и разговаривали со знакомой, как вдруг с крыши на них посыпался лед и снег. Женщина успела прикрыть своим телом четырехлетнего ребенка, чем, по всей видимости, и спасла его от увечий. Судя по видео, больше всех досталось женщине, которая осталась стоять возле коляски. Серьезных травм никто из них не получил, но женщины намерены подавать в суд на коммунальщиков. Яркое свечение вспыхнуло в небе на Южном Урале. Десятки очевидцев наблюдали за явлением, напоминающим падение огромного метеорита. На некоторых записях очевидцев свечение было особенно ярким и вспыхивало в небе несколько раз. В сети пользователи сравнивают записи очевидцев с падением Челябинского метеорита. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова